Так, ну что, сделал стоп-старт, все запилил, закрываю все, только GoFuSK оставляю, вот, убираю, пока что сцену меняем мы. Так, сейчас проверим. Поинчтор. Сейчас, ребят, позвонить надо мне, я у вас буду через 2 минуты, только ждите, а я сейчас вернусь к вам. Спасибо. 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 Все, я здесь, ребят. Спасибо. Так. Ну что, ребят, пока что у наших там сетки нет. Чувствую, надо одну игру скатать сейчас на ладерке. Нихрена, у меня 300 поинтов скопилось тут. Ну, сейчас меня просто расхлестают здесь щи, конечно, потому что я столько не тренился. И потом приступим к GoFoSK. Будем продолжать. Но на GoFoSK сегодня я буду исключительно за нашими следить, скорее всего. Потому что Тинг сегодня еще тоже есть. Посмотрим. Хрена, там ГМЛ-ки поперли. Зря я это, чувствую, затеял. Зря. 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 Будем пролявить Вдох 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 Реперочек, говорят, здесь мне. Блин, депошку успела закрыть. Блин, вот если бы я ехал, то депошка нормально сразу, не проверяя прокси. Депошка бы еще не успела бы построиться. Это стопроцентный расклад. Продолжение следует... В одном месте, в короткие камеры здесь, я оборвался. Speak to your promises, guide us. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, жду старт, так облайн начнет играть. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, ждем старта. Блай чуть не отвечает пока. Так, на Team Liquid у меня ни хрена не добавлено пока. Добавляю. Так, пока вырублю на Team Liquid, раз он скинул эту ссылку. Потом вырублю. Блай против... Даже не знаю, как никнейм этого паренька читается. Вини веб. А, стрим только что запустил хэппи. Ну... Значит хэппи не будет Go4SK играть. Будут играть, видимо, ладер. Ну, а зря. Зенит. Ну, вообще-то, как бы название стрима само за себя. Говорит, спиритолог. Привет. Всем привет, в общем-то. Так, здесь пул доделывается. Здесь тоже пул. Пул доделывается. Так, чё с Go4SK серьёзно? Чё здесь... Типа что-то из Крыма кикнуть могут поменять город. Просто я не знаю, или там... Как они вообще-то по айпишнику что-ли вычисляют? Странно прям как-то... Бойлинг Нест ставится у Вини. Похаб на никнейме, если Вини. С Вини. Буду Вини просто называть. То есть если заключительную часть называть, то тогда да. Получится как-то не очень. Ну что, подгрызли тут линги немножечко. Бейлинги у Блая. Здесь тоже Бейлинги. Мув почти готов. Парабам. Ситуация ровная. Вот эти Блая раньше Бейлингов доделал. Например, сейчас. Так. Ё-моё, как Блайк осечнул сейчас жёстко. Хорошо хоть Бейлингов успел убить. Королева падает. 8 лингов заказывает. Сейчас дронами нужно драться. Сейчас Блайк может просто взять и проиграть. В первом раунде. Да. И Блайк-то проигрывает. А, нет. Прошу прощения, здесь контратака на Бейнах идёт. Ещё пока Блайк не проигрывает. Но ситуация наипечальнейшая, я вам скажу. Учитывая, что здесь Бейлинг ещё готов, так совсем печальная. Ну что, кажется, Блайк наигрался на Гоффу Искана сегодня. Прямо как-то я даже не понял, что произошло, если честно. Я даже и не думал, что такое может произойти. Коз, спасибо тебе. Спасибо тебе тоже с праздником всех. С праздником Маскальца сегодня вроде бы как. Вот, хотя я так обычное значение не придавал. Ну что, контроль пошёл. Взрывай же ты, Блайк. Тут много лингов могло сейчас только что взорваться. Но что-то было я не взорвал. Нифига. Так, Беллинг на рампе ходит. Ну, неплохо. Неплохой взрыв, я скажу. Но 10-6 по рабам. Здесь хатка, правда, ставится. Линги новые, новые. Бегут у Блая. Бейнов нет. У Блайк строит рабочих. Где Бейн? Это Блайк. Сейчас тебя прожрут. Тут к чертям, блин. Ещё шансы есть минимальные. А если минимальные, надо использовать на опыте. Чисто тащить. Начинает бегать, Блайк. Бейлинг запилен. Ну, просто будь один Бейлинг, сейчас не было бы этих проблем. 10-22 по лимиту. Бейлинг сейчас доделается. Добычи вообще нет ни хрена. Чё-то Блайк на море уже, походу, решил поехать. Три дрона на 13. Блайк бьётся до конца. Г-г. Ну, всё. Блайк закончил выступление своё. Блин, ну это провал какой-то. Чё мы смотреть-то будем дальше тогда? Стрэндж там будет биться. Поехали. Начинается битва. Стрэндж против лампуса какого-то, не знаю. Немец. Стрэндж. 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 Да я не думаю, что там погибайпик, кто-то сидит, кого-то там вычисляет Видите сами, что байпишет Блай говорит, что надо меньше альтабаться смотреть на сетку и больше играть Ну да, так не стоит делать А то можно и отдохнуть пойти Обращаю на воскресенье Здорово, мотик, красавец, что катнул апокалипсо Загружай всех в багажник Если багажник будет не хватать, вызывай меня и всех остальных Печебрату вызывай И все равно загружай Прям репочек какой-то получился Погода, солнышко хорошее, что тут Говорит, ГЛХФ пишет лампус И собирается какую-то прокси-штучку делать Но у Стрэнджа два гита Профессор, ну да Такому оппоненту проиграть с таким никнемом Да, в принципе, это нормальный расклад Ну что, вот это вот очень подозрительно Потому что Даже не знаю, что здесь будет Может это будет даже не оракула, что-нибудь другое Типа Горелка какая-нибудь, что ли, я не знаю Так Стрэнджи тоже тут пилончик пошел. Строится Роба, Мазер, Курдума. Три пилона здесь минеральную линии плохо прикрывает. Вижу варп, вижу два сталкера. Оракул, да, сейчас придет, но проблемы у Лампуса. Причем, ну, очень серьезные проблемы, я бы сказал. Адепта один падает, второй пытается свалить. Свалит, свалит. Ну, он к Нексусу сваливает. Плюс два гейта здесь пошел. Все-то пуск полноценный идет. Оракул прилетел. Стрэнджи сейчас нужно будет оставить дома, собственно, сталкеров парочку. И отгонять Оракул. А здесь гейты просто открывать. Я не знаю, что там где за рассинхрон. Бывает иногда про рассинхрон пишут. Это F5 все лечит, во-первых. Во-вторых, там обновление всяких параметров. Все на компе. Отключение HTML5, галочки. Настройки тоже иногда помогают. Или не знаю, ну, лучше в чатике спросим. И думаю, там больше полезного подскажут. Причем, чаще всего, это рассинхронка. Задержку выставляешь. Ну что, Стрэнджи приходит, дожимает уже оппонент своего. Кто затащит гуминку или Рок? Сложно мне сказать. Скорее всего, не знаю я там. Рок может затащить гуминку. Стрэнджи, молодец, дальше проходит. Так, а Вердос начал играть. У него интересный там оппонент, кстати говоря. Блин, две минуты как начал Джекл. Я помню его такой. И четвертый тур вообще у Вердоса интересный. Или от Вердоса Мастер Васи только начал играть, даже не знаю. И в таком случае. Продолжение следует... Так, вердос занвёт меня. Куда же вердос меня зовёт? Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ждём начала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, скажу, что она отричь тоже... Продолжение следует... 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 Так, и Strange там уже собирается Точнее, не собирается У Strange тоже оппонент есть Поехали А я сегодня, ребят, долго стримить не буду Абсолютно точно Потому что сегодня особо долго И ничего стримить Помимо Tingo GoFoSK Ничего, собственно, и нет Вот ТЛС сегодня там стримит Но ТЛС я на неделе выберу Время буду, первый StarCraft на неделе стримить Эта неделя будет достаточно свободной Почему? Потому что отсутствует во вторник Пролига Среда, пятница отсутствует GSL То есть дней свободных будет больше Значительно Вот так Такой вырос, тем ликвида стрим нахрен Я не официальный стример на PSL'ах Там Twitch только официально Как бы, типа, можно Просто игроки пускают Я всегда просто нормально С задержкой стримливаю Со всеми, со всеми Короче, все нормально делаю Вот, но бывают некоторые просто Особо дотошные товарищи Ничего страшного Ну что, ревчик через муфлингов открывается И хату впоследствии ставят Так, а второй тогда зачем? Я не знаю, это Фэй Его надо отменять, видимо Это для экстрасоплая какого-то был Или нет? Реву отменять Успел отменить Я думаю, сейчас достроят уже Здесь 6 лингов Роучворон ставится у Ханфи Линги все дотекают и дотекают Вот они бегут по карте Вы видите, их уже где-то А, 14 даже что-то 14 реально много Реву видеть, что Оппонент хочет отбиваться здесь с дронами Так, принимает бой Не нужно так вот бой принимать Как по мне, нужно бы на мэн Сейчас с реви ворваться Или Вот сейчас королева достроится Вот сейчас, посмотрите, здесь нихрена нет Врывается, муфа-то нет Ё-моё, зачем в лоб-то драться Хотя, может быть, рева ждёт прироста Я не знаю, или что он здесь ждёт Но очевидно, что линги с муум не даёт преимущества в битве Вовло против лингов оппонента В итоге рева вынуждена отступить Линги новые дотекают Причём оппонент прекрасно Видите, вот здесь уже две королевы Блин, это фейл Роучи уже пошли Какое окно, не полу Что за окно? Сейчас посмотрю А, прошу прощения, ребят Я вообще захват не то поставил Всё, свернётся сейчас Я просто пока показывал вам Пока показывал вам сетку Просто захват другой поставил С рабочего стола 42-43 И вижу, линги строятся у рева ещё Они мастятся здесь И он хочет, чтобы оппонент её вышел, видимо Если сейчас случится такой момент Что, может быть, эволюшн даже построить Передропать было бы Если сейчас сделать стенку здесь В Ханфе То тогда ситуация станет очень печальной Почему? Потому что через стенку будет не прорваться Здесь просто лингом Вот в чём проблема Рева спускается вниз Собирается овера отогнать Куда он собирается его отогнать? Вперёд Погонит Разгоняет по сторонам всех оверов Роучи линги выдвигаются вперёд Рева на масел У него просто адское количество там лингов Уже я вам скажу Они все выдвигаются вперёд Нужно стенку не давать запилить Срочно сюда надо мчать Ой, стеночка пошла Нельзя дать роучам уйти наверх Забегает Рева Так, ну, кстати, нормальная эволюшн Сразу упадёт Хорош Хорош Здесь врыв будет очень неслабый Так, смотрите, линги забегают Сейчас набрасываются просто на всё-всё-всё Минус Ханфе, судя по всему Я не думаю, что у него есть какие-либо шансы Хотя бы минимальные здесь отбиться и выиграть Смотрите, сколько лингов Роучи все падают Нужно на мейн уже врываться Здесь, конечно, есть лейер Но единственный шанс для Ханфе Был бы, если у него плюс один был бы, готов бы И то бы, и то бы Когда столько лингов ворвалось Роучи по отдельности выходили бы и гибли А без плюс один-таки совсем шансов никаких нет Хороший Ревчик Идёт дальше Что у него там дальше, я не знаю По сетке сейчас посмотрим Что-то у Ханфи подгорело немножечко Так, Стрэндж тоже играет Так, хорошо там разжигать Проверяю сетку ещё раз Монти со Стрэнджем бьётся Ну, Монти сильнее, чем оппонент следующей пари Я считаю, будет у Стрэнджа Синины, не знаю, кто вообще Вот Вердос Джекес победит нам Шарля Тейлз Будет Рева будет С Нерчом будет Я не знаю С вероятностью 99% будет Это Нерч, потому что Обычно Нерчо с таким игрокам не проигрывает Хотя и выше головы прыгнуть не может Корейцы его наказывают зачастую Чаще Чем сливаются Ну, а здесь что Торнадо, Том, Вайрис Так, Джеральд Трали-Вали Фертифель Сверху Кассовы Мьётся из наших Лиссандрос Мизу Архангел с Матвеем Ну, сомим Архангел с Матвеем Матвею после победы на Апокалипс Надо дальше проходить После того, как Винни наказал Лайя В следующем туре Джеральд наказал Винни 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 Ну, ждём чего-нибудь, что дальше произойдёт Пока Стрэндж победит Пока ещё кто-нибудь победит Вирдос Ну, пока нет ни у кого оппонентов Насколько я понимаю К реви я смогу попасть дальше Навряд ли смогу Потому что у Стрэнджа пригорает обычно И... Фу, Стрэнджа, блин Ну, Нерчак, конечно, пригорает обычно И он Чё-то там пишет Вирдос выиграл Джекова Отлично, что Вирдос выиграл Джека Я смогу в следующую игру к нему заскочить, попытаться Так, я вам не показываю Сейчас покажу это дело Вот он уже продвинут Вирдос дальше Сейчас обновим здесь всё Обновляю Обновляю чатик С вами Вот Здесь уже Рейнер есть Готом Так, Александра я не пропускал Про Александра я говорил Сверху они с мотиком рядом Фу Неожиданно Не пропустило Так Ну что, ждём Вирдоса Оппонента Вирдосу И Здесь что-нибудь тоже ждём Сейчас Вирдосу отпишу Ну вы видите, что Вирдос говорит Озвучивать не буду Привет всем Как и раньше времени Это реально как Родственников вспомнить Не знаю Каких-нибудь близких На некоторых турниках Даже На некоторых турниках Как Влайн Утверждал Вроде как на ОЦС Такое даже банят Оценивать не буду Такое Как на оценке Продолжение следует... 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 На ладере нам шар окатал Значит и здесь может катнуть Два гейта овердоса кибернетка Опять этот элегантнейший билл С твайлайтом сверх ранним Насколько я вижу Ну вот этот билл конечно интересен Последнее время я смотрел, что овердосу он не прокатывал Не знаю Приломчик на рамке Разведка есть? Да, разведка есть Ну и твайлайт уже скоро будет готов Адепты вперед пошли Блин, почему адепту скорость передвижения не показывается? Интересно, на другом интерфейсе видно Так, линк нам шаровский бежит сюда Третий гейт заказан Пилонов верду ставить Насколько я вижу никаких не собирается Здесь у нас две королевы Еще раз вердос адептика посылает на вторую базу Минус два дрона Телепортик отсюда надо делать срочным образом Линк минус Хорошо, что зелененький адепт представляется И двух линков еще вердос за раз убил Контроль адептами, я смотрю, на высоте прям Шесть юнитов убил Чуть продэмэджились, правда, эти адепты Но ничего страшного в этом не вижу Так, вот ходит вердос Но одного адепта потерял Можно, конечно, без этого было обойтись Здесь у нас четыре есть Еще два будет, шесть Плюс сейчас варп скоро будет готов Еще варпанет вердос адептов Но одного потерял, ничего страшного Там ровуч ворон пошел Гейснексус запилен Гейты нужно сейчас будет открывать Насчет Тинга По обстоятельствам будем смотреть Как наши игроки будут выступать Если будет хорошо выступать То будем глухой узко смотреть Так, хорошо, что нам шар сейчас адептов Этих не спалил И Линк тоже, судя по всему, не спалил Но ровучи уже заказано Так, Линк забегает Линк на халяву пробегает Что-то ровучи уже много У нам шара запилено На третьей базе есть плетка А на мэйне на второй На мэйне на второй ровучи будут у нас заказаны Судя по всему Вердос заходите А что забоялся-то, я чуть не понял Так, королеву минуснул Несколько ровучи сейчас отфокусил Врывается вердос Вингов нужно минуснуть Как-то прям решил, что ровучи всех развалят Кстати, разваливает очень даже неплохо Скажу, вердос ровучи А адептами на мэйне врывается Здесь нечем прикрывать дронов Дроны начинают падать Падают очень Ну как Я бы не сказал, что прям очень много дронов погибает Но приятного здесь мало Нужно адептов возвращать Нужно таким образом иллюзию запускать Чтоб нормально уйти отсюда Попытаться Поближе нужно запускать Чтоб подальше иллюзию уходили Вердос рывается дронами Нам шар сорвался сейчас отбиваться По дронам уже проседает У вердоса все лучше И посмотрите, новый какой-то элегантнейший билд Здесь через старгиты После вот этого всего бегания А старгиты Это интересный расклад Ну это фениксы Ну не грелки же строить Хотя вот учитывая, что контратака идет И грелки бы здесь Здорово, окей И грелки бы здесь не помешали бы Потому что ровучи чем-то нужно принимать Хотя на три у верча же энергии есть Поэтому с адептами можно их отбить Да и не только можно Я думаю, вердос отобьет Плюс фениксы поднимут часть Так, здесь линги прибегают Овер здесь висит Будет нексус Да, заказан нексус Но нексус будет отменен уже точно абсолютно Приходит нам шарфу с ровучими Со всеми делами нексус Вердос отменяет Нужно уходить Адепта чуть не потерял Ну чуть не считается Не потерял Но он демедженый Ловить нужно ровучи Что вердосы делает Фениксам нужно овер Овер Стреть Фениксами Третий нексус пошел Фениксов уже реально много Их 6 штук Еще одна овер Овер сразу же находит Соблайблока у зерга не будет пока Четвертую хату Нам шар уже степсенькая Экономика прям жесткая Экономика ну очень жесткая Летают фениксы хорасит Адепты пришли Адептам много пришло Ребят кстати Линги забегают Фениксы и ровучи Поднимают Порох добавляет Зеркси сейчас Блин королева долго Живет ровучи Поднять бы сейчас Вердосов не мешало Дроны уходят Сейчас нужно поднимать Дроны Увердоса уже больше Кстати лимита Что мне нравится Увердоса вот этот билд Очень гармонично Так и элегантно Перетекает в среднюю стадию И потом уже В такую даже лейтовую Я бы сказал стадию Потому что Так гидра вышла Адептам неприятно Встало сейчас Фениксов 8 штук Нужно уходить Лимита больше То есть Уже третья база 3 в 4 Но рабочих у зерга нету Просто увердоса за игру 36 ему убил Но потери 22 депто Сколько это По ресурсам Зерг больше потерял Чуть ли не в 2 раза Грейды бы еще делать Здесь вот 1-1 Меня беспокоит Кашегрейды Залетает Вердос на мэд Здесь две спорки есть На четвертой Вообще добычни Никакой нету Гидроход Не надо На гидроагрица Ее слишком много Было фениксов Штучки на 4 побольше Хотя даже уже 10 Можно Сколько тут гидралов Нет Здесь многовато Здесь все-таки потери Серьезные На фениксов При равных количествах Гидры Вода Еще хотя бы Две Штучки 12 в 13 Гидроагрица Бится Ну не 10 в 13 Так Гидра выходит Вердос подрезал Фениксами уходит Дэмэджи тут немножечко Получил Ну все нормально Тинг наверное Уже начался Судя по времени Да Ну Не знаю Кто там первый играет Вставочки на кипбете Есть кому интересно Спиливайте Мы же пока На голову войска Пока наши Здесь игроки Присутствуют Бьемся Вот проблема Где Адвердоса Прошу прощения Что-то подзавис Я сейчас немножечко Подзадумался Ну вот если ты Так оппоненты Разваливаешь Ну вот в начале На средний Почему не закрепить Это все грейдами Ну хоть-то Две форжи Делаю Не знаю Стенки нету Забегая Не хочу Посмотрите Здесь какой проходной двор Можно развалить Лингами Очень жестко Косяк Безусловный Косяк Да Строятся Имморталы То есть Можно все тоже делать Но с такими компонентами Как стенка В форже Вот ладно бы Вторая атака Доделалась бы Ну две атаки На 2-2 Куда не шло Ну 2-2 Против первой атаки Просто всего лишь Ну это совсем провал Хотя здесь технологии И штормы И так далее Но Блин Такие настолько Грейженные юниты Это всегда опасно Потому что буквально Косяк какой-нибудь В контроле И там будет развал Просто Так здесь гидра Пытается уйти Но вердос ей не дает Так просто Взять и уйти Разваливает где-то Штук 6 По ходу движения Так Ну пришли Тут гидролиски снизу Отогнали Фениксов 1-0 Лимит Авердоса больше Он двигается Вперед Здесь люра Начинает пилиться Но Вот если люра Сейчас будет То вообще тяжело Авердосу будет Конечно Желательно бы До люры продавить Но ее слишком много Что-то там заказано Авердос Видит люру Нужно заходить Сейчас Что ж ты ждешь Авердос Не жди Вердос Не жди Дружок Вердос ждет Что-то А ну он просто Четвертую Решил забрать Здесь коконы Поднимаются Те коконы Пробревает Фениксами Там несколько Люркеров Собрался Сбрить Люра Окопалась Шторма Много Шторма Можно и нужно Решать Против гидролиска Четвертую Нужно забрать Еще один Шторм Пошел По гидре Зелки Прыгают Наверх Там очень Много Гидралов Нет Гидралов Уже мало Осталось А вот Люры Действительно Много Здесь Люру Фениксами Вердос Законтрил Четвертую Базу Сбрил В итоге На третьей Базе Тут Феникс Люру Контрят Поднимают Все в порядке Нечем Спуститься Сейчас Вниз Нам Шару Ну Вердос Несмотря На то Что У Зерга 2-2 Вердос Плюс Атака Пришел Ну Если бы он Пришел Секунд На пятнадцать Позже То Моговцы По-другому 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 Вопрос В том Что Все равно Если ты Даже Вот так Выигрываешь Таких Сильных Игроков Нужно Улучшать Стратегии В любом Случа Потому что Есть еще Более Сильные Игроки И даже Если Ты самый Сильный Игрок Все равно Нужно Все Улучшать Потому что Рано Или поздно До тебя Дотянутся По Скиллу Другие Так Стрэндж Против Джон Эсбо Ну-ка Стрэндж Уже Играет Стрэндж Неправильно Чего тут Ждать Стрэндж Уже Бьется Опа На Стрэндж Против Вердоса Элегантная Пвп Лево Ни в чем Бьется То есть Кто-то Из них Уже Точно Дальше Пойдет Архангел Матвея Матвей Какой-то Прямо Интересный Мотик Пробревает Корицы Которые Тащат Гофф ВСК А потом Проигрывает Архангелом Каким-то Болгаром Так Несколько Туров Закрываем Кто Из наших Остался Лиссандра Остался Кас Соулу Проиграл Рева Остался С Нерчом Бьется Вердос Уже Прошел Вот сюда В четверть Финал И Стрэндж Кстати 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 Получил Блин Печально Что тут Нерч Конечно Потому что У Нерча Обычно Горело И у меня Кикал Как Я не знаю Почему Там Короче Такое Дело И Скорее Все Потому что Горело Все Таки И Скорее Победитель Вердос Стрэндж И С Нем Будет Биться Вот Что Интересно Я Уже Так Говорю Как будто Стрэндж Джон Эсбо Победил Я Не знаю Кто Джон Эсбо Но Мне Кажется Стрэндж Его Должен Изи Победить Сейчас Эти Инга Посмотрю Турнир Ну Может На Снут Ману Успеем Не знаю Гумиху Против Рога Рог Ведет 1-0 На Кип Бет Ставочки Есть Смотрите Там Я Просто Не Хочу Сюда Его Пускать На Стрэндж Эту Игру Что Иначе Не Будет На Ютуб Не Выложить В итоге Нарога Тоже Натопили Здесь Не Успел Запилить Ничего Ничего Урова Там Явная Проблема Ну Ладно Ждем Продолжение Дальше В В В Стриме TFPO Можете Посмотреть Я Глюх Нерчу Я Не Знаю Навряд Либо Гро Получится Заскочить Но я попробую Дальше Архангел на ГГ Играет все турниры почти вред Какие все, я вообще его не видел Причем выбрали И не играет отборочные И так далее Написать ему надо Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Так Ждем, ждем В общем-то Привет, феррум, какой тинг? Тут бьются более крутые ребята Чем какие-то бомжи Играет музыка 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 все понял вижу где там он играет все понял Так, Стрэндж, кажись, доиграл. Выиграл или нет, не знаю. Кстати, Стрэндж с Вирдосом уже Бо-3 будет биться, что самое главное. Стрэндж с Вирдосом. Ну что, я к Стрэнджу Вирдосу, конечно же, запрыгнул. Почему? Да два наших игрока играют. Что-то, греть. Ревчик проиграл Нерчу, к сожалению, я вижу. Ну и в Бо-3, Джеральд или Прайм Лот, я уж абсолютно точно уверен, что у Нерча не смогут остановить. Поэтому победитель Вирдоса Стрэнджа будет с вероятностью 99%, я так думаю. Ну и 99, ну 90% где-то будет биться с Нерчом. Оставим шанс другим игрокам тоже в прогнозах. Вирдоса Стрэнджа будет биться с Нерча. Продолжение следует... 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 Так, пилонов все больше и больше у Стрэнджа, иллюзии пролетают, но тут вердосы феденька просто стояли, вердосы отгоняют иллюзию, вердосы кределки там какие-то строятся, сморт пламя камни пробивает, у Стрэнджа чарж, чарж это очень хорошо, учитывая, что блинка нет, но чарж без архонов как печально смотрится. Стрэндж готовится бой принять, вердосы больше, вердосы более технологичные, я бы сказал, юниты сейчас хоть на один пилон то вертяж поставился, да, поставился, пилды от Стрэнджа пошли, тайм варп от вердосы очень неплохо здесь зашел, вертяж на хайграунд, на третьей базе вертяжа пока нет, до варп делков еще идет, нужно что-то делать Стрэнджу наконец-таки, спускается вниз, прилетает Феникс и поднимает сталкеров, вердосы запревают, Стрэнджа здесь абсолютно точно, и очень жестко, я вам скажу, он его запревает, вообще флам, просто без потерь практически, но такой микс, который вот именно применив на таком тайминге, очень хорошо работает этот микс 1-0 вердосы 1-0 вердосы 1-0 вердосы 1-0 вердосы 2-0 1-0 вердосы Продолжение следует... 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 Так, два адепта прилетают. На третий собирается Стрэндж подхарасить. Адептами садится, улетает Стрэндж. Здесь все больше и больше сталкеров-дестабилизаторов, но Ча, Шархона и Мортла, если браундную позицию занять, можно этим всем делом развалить, но если будет Вирдос разводить, то он, конечно, в плюсе здесь. Контр-дестабилизаторов, парочку штук, можно было бы построить Стрэнджу. Также можно было бы и нужно Стрэнджу, вообще, если на него пойдет выход, ему вразмен надо идти в такой ситуации. Каким образом? Да вот за счет этой призмы, которую только что Вирдос чуть не поймал, нужно улететь отсюда, нафиг. Сейчас Вирдос сюда, блин, конек с агрессивной, и Стрэндж слишком... Нет, нормально, улетел все-таки. Шесть уже дестабилизаторов, Вирдос вперед выдвигает, сто семьдесят один, сто пятьдесят один, ну, конечно, преимущество по лимитам для Стрэнджа, это вообще печаль полная. Так, здесь иллюзия летит, иллюзия в минус. Как-то нужно вот Вирдос... Вот тут узковат проход, здесь нужно вообще с разных сторон в тыл нужно заходить вот такому миксу. Причем Вирдос идет сюда... Так, куда он шел-то? Крампинг. Минус сталкер агрессивный под блинк. А входит, да, Стрэндж сзади собирается частью заходить юнитов. Видит, что Вирдос к сил ноге идет, нужно сваливать. Отсюда два сталкера здесь, и что Стрэндж? Два сталкера уходят. А вот теперь и в спину не заведешь, потому что непонятно, с какой стороны Вирдос вообще заходить будет. Видит Стрэндж с Овердос приходит сюда. Ой-ой-ой, по шару. Так, сейчас 200 дэмэджа просто. Почему 200, я чуть не понял. А, ну 200 есть, все правильно. По процессам 200 арх он наносит, этот дестабилизатор наносит. Против полей, мне кажется, все-таки с перебором дэмэджа, конечно, у дестабилизаторов. Поменьше бы. Так, архончик вперед в ЭПО. Сейчас нужно, ну, потерять архона сейчас не стоило, терять Стрэнджа. Мазеркор отдал. Это паника тут у Стрэнджа началась. Все что-то отдается, все сливается, ходит. Часть вот отсюда завести тогда, вот эту, я не знаю, группу в спину, может быть, попытаться. Так, выстрелы вошли. Пара взялков минус. Заходит Вирдос наверх, но не решается до конца идти, потому что, если он блинк агрессивный сделает, то ничего хорошего не ждет. Разворачивается назад. Стрэндж зашел сейчас с центра, с Ксилнаги. Залпы пошли, сталкеры без блинка. Не успевает с тыла подтянуться. Часть армии Стрэнджа. Час только подтянулся. Против дестабилизатора. Вроде как дерется, но дестабилизаторы по имморталам очень слабо падают. Все падают в итоге. Агрессивные блинки к Вирдосу, а и Вирдосу все больше, чем Стрэнджа. Но вот сейчас сделки сзади подходят неплохо. Плюс имморталы здесь есть до сих пор. И Стрэндж тут еле-еле как-то. Вирдоса вроде как прогоняет. Но Вирдосу уже по два иммортала там строятся. Это печально. Вирдос 4-й Нексус уже готов. А у Стрэнджа только заказан. У Стрэнджа, посмотрите, 5 архонов. Почему мне не показывает на архонов? Не понимаю, не отсылает. Так, архончиков 5 штук сливается. Имморталы подстраиваются. У Стрэнджа 3-я атака готова. У Вирдоса 2-я. У Стрэнджа армор пошел. Так, пробки переводятся с мейна. Барабам близко сейчас. Вот из-за того, что Вижена не было у Стрэнджа, здесь он не синхронизировал идеально вот эти атаки. То есть пока вот со второй, с третьей базы шли сюда, часть юнитов, вот эта волна, которая отсюда заходила, она уже почти вся была разрушена Вирдосом. В итоге не получилось грамотно его зажать. Но, с другой стороны, так как у Стрэнджа не было Вижена, где именно позиция Вирдоса находится, выйдя чуть раньше отсюда и отсюда бы, Вирдос мог не на эту группу напасть, а вот на эти группы. И тогда это бы не успело подтянуться. То есть тут как бы лучше сделать тяжело было реально вот в этой ситуации. Ну что, да, эти артака Вирдоса доделываются, дестабилизаторов отстроил, пару имморталов отстроил, колоссов начинает строить, чарж пошел. Ну, у Стрэнджа вот именно проблема в том, что не у микс именно без... Так, Гвардин сейчас... Ну, это мисклик такое бывает. Убил Гвардин случайно, Стрэндж сейчас. Немножечко стояние такое началось, то есть, причем у Стрэнджа мейн незащищен особо, да и у Вирдоса тут незащищен особо мейн. Тут пролететь тяжело. Вот к Вирдосу на мейн тяжелее пролететь, а к Стрэнджу Вирдосу сейчас призма и вообще в легкую ворваться бы мог. Призма мимо друг друга пролетают сейчас. Ну, поэтому эффект неожиданности весь потерян, естественно. Вирдос начал шевелиться, Стрэндж собирается в атаку идти. Он к этому миксу не сталкеров будет, там все равно нету дестабилизаторов. Ему к этому миксу побольше зелка архонов бы сюда же добавить. Так, заходит Вирдос на рамку. Пятый микс там под Стрэнджа. Сул начинает с мейна, со своего же Стрэнджа выселять. Стрэндж понимаешь, нужен бой принимать здесь. Так, заходит. Стабилизатор стеляет, пошел врыв с двух сторон. Стрэнджа. Так, минус колосс. Нужно заходить. Стрэндж ломится на четвертую к Вирдосу. В итоге разделен на две части. Стрэндж часть юнитов со зданиями делется, часть там с Вирдосом. Это фейл вообще. В итоге Стрэндж разваливается в двух направлениях. И сталкеры еще ему мейн убивают. Ну, четвертую-то он снес. Но от этого толку мало на самом деле, что он четвертую снес, потому что он в лоб в итоге драться не может. И это 2-0. Вирдос против Нерча. Вирдос, кстати, Нерча разваливал. Как-то было дело, насколько я помню. Ну, мне кажется, что Нерча сейчас подгорит и мне будет не попасть в игру ни хрена. Ну, Вирдос последний, кто остается из наших на гол поиска. А, нет, в четвертьфинале еще Александр бьется против Лиликанина. Изи его выиграть может в полуфинал попасть сейчас. Причем в его части сетки он может в финал Изи попадать, потому что там Соул Рейнер, я думаю, тоже игроки, которых можно победить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот Стрэнджу нужно, конечно же, как-то с Вирдоса армией было бой принимать, но Вирдос там идеальную позицию за своим Нексусом занял. Зилки, Архоны там бы ничего не сделали против колоссов, сталкеров и дестабилизаторов бы. Ну, атаковать Нексус четвертый Вирдоса тоже была ошибкой абсолютной, потому что это разделение армии просто. Нужно было как-то грамотно самому Вирдоса ловить, то есть быть готовым к его выходу. Но когда у тебя меньше лимитов, к выходу быть готовым очень тяжело. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, давайте посмотрим. Сейчас я вам покажу. А, нет, Нерч еще, кстати, не сыграл с Джеральдом. Ну, поляка-то Нерч точно развалит, я думаю. Сейчас посмотрим, что там происходит пока. Какой счет, пока не понимаю. Счет, пока не знаю, если честно. 8 линков на Майрвайл. А, 0-0 у них еще счет пока. С Фатон. Тут Джеральд играет. Ну, что-то как-то печально он играет, я вам скажу. Ну, на огонек, на огонек. Ну, в любом случае, посмотрим. Рестри, если что. Овер, я так скажу, от стороны Оверлорда. Учерка с другой стороны. Так, ну что. Смотрим, понемножечку ждем результата. Он-то нам здесь и важен. Рабочих больше. На десятку у Протс. 47, 36. Там пуш от Нерча идет. Пуш на лингах. Погодите. Я вижу много реально лингов. А они без мощи с Мумом будут и Роуч строятся. Синг будут стримить после двух войск. А наши проиграют все. Так, ну что, лингия сталкеров окружают на халяву двух. Так, да, в Арк Зилков идет. Геет, Нерч сгрыз. Адепт под Фатонкой. Там на вторую какой-то врыв на Золот. Как у Протса вообще ничего нет. Вот это провал просто называется. Вот если вы знаете, как называется провал, то вот так вот он. Если вы не знаете, как называется провал, то он называется именно вот так вот, как сейчас у Протса против Нерча. Он просто прибежал и убил фактически просто все. Как он на второй бас, единственное, попал лингами, я не понял, куда, наверное, передрогнул. С мэйна забежали, либо как-то еще. И еще и оверов. Моя мама сейчас просто. У Протса все равно более-менее ситуация. То есть лимита больше, рабочих больше. Но нету продакшена вообще практически никакого итога. Только три штуки добавляет. И как вниз опять выходить на третий нексус, я без понятия. Так что будет очень агрессивный. Хайвей уже практически спорный. Матер. Но только вот такой один езг. То есть как-то, как-то спу баллоны, чуть-чуть шире, то есть проблемы. И Мортал тоже как-то, как-то барьера вручена в этой земли, где-то вздохнули. То есть, что барьера, то есть 250 додатковой вытрималости, правда? Если бы там... 200. 200. То есть достаточно много. Ну и фениксов 9, Ну что, фениксами продолжает просто харассить, на золото тут нормально рабочих поубивал, сейчас два феникса правда потерял зачем-то Феникс поставить сможет ли выкопаться? Конечно сможет он выкопаться, но вот заблочит его или нет, это уже другой вопрос хороший Три королевы в центре тут Нерчук подрезают, но два феникса теряет на этом, и не три, а две королевы сподрезал, одна выжила в итоге, нету третий заказ, 95-101 по лимиту Как это проиграет? Ну будем надеяться, что никто ничего не проиграет Ну поломился в рот, судя по всему, вперед или нет? Нет, что-то бегает, там фениксами летает, адептом скорости атаки делается Плюс один заказчик, у меня сейчас уже плюс два сейчас будет готово, четвертую х тут у меня же ставят Так, я думаю, что это элемент, который есть достаточно непросто, недопрацованный уход И такая технология, а иногда файлоны нету Треба обратить на это внимание, потому что я думаю, что они должны пресунуть фотонаверчарджи до оракеу и поучить с ревелэйшем, вишь? Ага Ну что, идет вперед Проц И сейчас минус Проц этот будет, почему? Потому что он сейчас проатакует до плюс один до скорости атаки адептом Это уже видно даже, что он именно так и проатакует А у Нерча там плюс два, вторая атака готова У него вообще все замечательно Прилетает Призма Доделает игры Четвертый Нексус Проц ставит Зачем тебе лезть-то вообще? Лимит нормальный Лезть нельзя ни в коем случае Проц сейчас На развороте принимает бой Феникс и Гидру поднимают Призма минус моментально Телепорт домой Пошел Разваливает Нерч Но хоть не в хлам разваливает Еще шансы есть какие-то минимальные Предведок Атака угроза пошла Ставит золото еще Смотрю Джеральд Этот Очень даже такую интересную игру демонстрирует Неплохую я бы сказал Ни хрена не привинут Но с люрой Нерч врыв Делает люры скука семь штук Это много Принимает Проц бой Нулиура тут ну очень жестко стреляет Очень жесткий дэмэш наносит Минус Проц Принимает Проц бой Пошел замес. Нерч там пишет ВРБ, типа в туалет отошел, что уже типа на клики убил и все короче, ну как обычно выходки нерчайте, дешевенькие. Ага. 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 Ну ждем вторую игру здесь. Ага. 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 А вот все начинается, отлично. Поляки говорят про элегантный стиль, но элегантность покоряет народы. Поляки уже давно все под вердосом, поэтому ту тысяч нужно с нирчом делать. Продолжение следует... 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 Гиты открываются, еще гиты пошли. Кстати, про Обаму просто все хорошо. Ну, карта не очень. На третью здесь тяжело на этой карте, конечно, выходить очень. Здесь Овера одного Джеральд подрезает. ХП много Фениксом потерял. Одним. Это не очень хорошо. Ну что, прибегает Нерчи к третьей базе. Адептов слишком мало. Линги в мясо их просто сбривают. Минус третий Нексус. Минус сейчас еще адептов этих минуснуть новых можно. Трех штук. Что, собственно, Нерчи делают. И еще, правда, один адепт спускается. Еще два, простите, адепт спускается. Своих адептов поднял сейчас. Джеральд. Я отбился, кстати, очень хорошо отбился. Элегантнейшим образом просто. А можно? Можно. Это файлон до оброны. Файлон до оброны, например. Чтобы я застайбнула, снайпована, драгу. Еще один у рифлингов идет. Пару адептов Нерчи отменил, но остальные здесь отбиваются. Парабам уже вперед вышел. Нексус достроится сейчас все-таки. Ну и Феникс, вместо того, чтобы летать харассить, они дома вынуждены настоять. Нужно вот сейчас лететь, что просто делает. У Нерча гидроден, у Нерча вторая атака, когда начала делаться сейчас. А там два Робу просто. Два Робу это интересно. Девять гидролисков вижу в продакшне. Но адепты заходят. Сейчас просто как-то откровенно они слишком заходят, я вам скажу. Навряд ли получится прям что-то серьезное там сделать. Все эти королевы стреляют демиджи. Адептами сюда врываться. Сдается мне не стоило, потому что... Хотя Линги с одной стороны, но вот еще вовремя гидра вышла. Плюс королева. И не нужно просто в таких ситуациях боевой лимит терять. Я пишу, что он на халяву все потерял сейчас. И им мертвы пошли. Какие к черту им мертвы? Отдал всех адептов. Сейчас чаш делается. Да надо было... Конечно, не надо было отдавать их так. И то сейчас прям не катастрофическое проседание про лимит с той стороны процесса идет. Довар взялков. Все больше и больше гидры у меня сейчас. Чарж почти доделся. Архивы Темпларов тоже доделаются угроза. Нужно Архоновцы делать сейчас. Либо Шторм делать. Четвертую почти одновременно стоят. Су-3-9-124. Королевы вперед пошли. Вот Архоны. Газа 900 есть. Три Архона можно сейчас пропонуть. Они так жестко помогут на самом деле. Прям идеально будет к миксу здесь подходить процесса. Правого процесса на третий. Что-то одни зелки стоят вообще бедничаю. Имморталы хрен пойми где. Так. Варпятся. Да. Все. Три Архона сейчас сольются. Сливай Архонов. Да. Вот три пошли. Имморталов нужно спустить. Они где-то на второй там стоят. Сейчас непонятно где. 140-160. Таким лимитом можно отбиваться. Особенно если нечжи захочет Долюруй проатаковать. Зелки прыгают вперед. Архоны где-то сзади. Ё-моё, как зелки вперед залезли. Что ж ты делаешь-то, ё-моё. Зелков завел так. Ну там у верчажа хорошо еще помогает. Но зелки все слились. Архоны одновременно с зелками должны нападать. Полное провалище. Сейчас со стороны просто ужасная битва. Юнитов-то было до хрена реально. Представьте, все бы это вместе подралось. Еще до сих пор шансы были. То есть зелки прыгнули. И они уже как бы, они должны быть в кулаке. Чтобы их было реально много. И тогда архоны будут много демеджа вносить. И они вместе сократят число гидры быстро. ДПС снизится. И собственно перевесит армия просто. Но зелки прыгнули первыми. Зелки все испарились буквально в секунду. И в итоге архоны пришли уже. Но их там 5. 5 архонов это реально против такого микса. Просто великолепно. Но против такого микса зерга. Но они пришли уже без прикрытия зелков. Зелки там кончались, когда они подошли. Причем сначала 3, потом еще 2. Конечно это минус проц. Бердос против Нерча сейчас будем биться. Попробую прорваться. Но я как и говорил сомневаюсь, что что-то получится. Ну что вы. Попытаюсь к вердосу заскочить. Но я думаю, что сейчас Нерча что-нибудь там писать начнет. Если сейчас Нерча что-нибудь писать начнет, то я Stopstar сделаю. Вернусь без задержки. Уже досмотрим вердоса с Нерчом. И потом посмотрим ТИНК, если там что-то происходит. Конечно. Хорошо. 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 Какие-то спайки идут на истриме на моем же. Не знаю, мне даже не очень нравится. Нормально. Так, короче. Так, что-то там Нерч не хочет говорить. Там все дела вернутся. Ну, посмотрим этот рестлим. Сейчас Stopstar делаю, ребят. Возвращаюсь к вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.